Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим ответную партию противостояния чемпиона мира Магнуса Карлсона и известного французского грессмистера Этьена Бакро, которая состоялась в рамках Кубка Мира, проходящего в Сочи. Напомню, в первой партии Магнус Карлсон черными обыграл своего соперника, и вот в этом поединке играл Карлсон белыми, а его соперник уже сам черными должен был стать возмутителем спокойствия. Тот факт, что Этьену Бакро обязательно нужно было выиграть эту партию, существенным образом повлиял на ход всего поединка. Итак, Е4 пошел Карлсон, С5, сицилианская защита. Конечно, если тебе нужно выигрывать черными, то лучше сицилианки вряд ли можно что-то отыскать. Правда, после КФ3, Д6, СБ5, это московский вариант сицилианской защиты, черные закрылись слоном. В теории давно известно, что к наиболее сложным и интересным позициям ведет ход КД7. Именно так против Карлсона на этом Кубке Мира играл Вайташек. Но СД7 сыграл Бакро, и это, конечно, упрощение, что на руку Карлсону. Он просто забирает на Д7, и после Ферзь Д7 идет пешкой на С4. Его идея проста. Сыграть Д4, и после размена на этом поле у белых зажим Мороци. Комфортная игра при пространственном перевесе. Поэтому Бакро мешает плану соперника, ставит пешку на Е5. КЦ3 играет Карлсон, КЦ6, Д3. В итоге черные по дебюту ничего не добились. При такой пешечной структуре в центре именно у белых хороший слон, а черным нужно дальше придумывать, как суметь запутать игру. Ф5 играет Бакро. Возможный ход. Белые забирают, чтобы предотвратить зажим королевского фланга. После взятия КЖ5 играет Карлсон. Слон Е7, нападая на коня, и тот переходит на освободившееся поле Е4. Конь Ф6, рокировки. Ф4 играет Карлсон. Игра белых проста до безобразия. Карлсон освобождает свою ладью, и она начинает работать по линии Ф. После взятия слона Ф4 угрожает взятие на Д6. Конь Е4, ДЕ, ферзь Ж6 и конь Д5 играет Карлсон. Брать пешку Е4 нельзя. Последует простое ладья Е1 и после ферзь С4 размен на Е7. Слон подвисает, поэтому забираем на Д6 и у белых уже выигранная позиция. Поэтому Бакро отводит слона на Ж5. Ферзь Д3 играют белые. После конь Д4 слон Ж3. Происходит размен еще и ладей. И ладья Е8 играют черные, нападая на центральную пешку белых. Ладья Е1 играет Карлсон. У него есть некоторые проблемы с защитой центральной пешки, но и у черных пешка Д6 тоже слаба. Позиция по-прежнему равна, и Бакро бросает вперед крайнюю пешку. Играет Х5. Карлсон осторожно ставит пешку на Х3, с тем, чтобы после Х4 отойти на Х2 либо Ф2. Король Х7 играет Бакро, слон Ф2, нападая на коня. Тот отходит и Карлсон укрепляет позицию ходом Б3. Конь Е5, ферзь Е2. Слон Х6, король Х2, конь Ц6, ферзь Ф3. Бакро нападает на ферзя, тот отходит обратно. Конечно, Карлсон согласен на повторение позиции и итоговую ничью. Но Бакро нужно побеждать, поэтому он играет ладья Ф8, слон Ж3, конь Ц6, ладья Ф1. Размен еще одной пары ладей совсем уж упрощает позицию. После взятия ферзь Е4, слон Д6, положение по-прежнему равное. Поэтому Бакро избегает размена, ставит ладью на Е8, ну и белые ведут ладью на Е1. Конь Д4, ферзь Ф2, Б6. И в этой равной позиции белые делают ход Х4. Следует отметить, что к этому моменту у Карлсона на часах осталось 11 минут. На ход Х4 он потратил около 10 минут своего времени, точно рассчитал все варианты. В то время как у Бакро аж 36 минут. И возможность использовать свой шанс, забрав пешку Е4. Сложившаяся здесь ситуация очень напоминает предыдущий тур. В последней партии противостояния с Андреем Есипенко, которому нужно было обязательно побеждать, Магнус Карлсон также пожертвовал пешку. И там тоже ее не нужно было брать. Но иных методов захвата инициативы соперник Карлсона ни тогда, ни сейчас просто не видит. В этом положении Этьен Бакро мог сделать один из ходов. Ладья Е6, В4, даже Б5. Но это лишь удерживало равенство. Поэтому Бакро забрал эту пешку. И конь Е7. Магнус Карлсон нападает на ферзя. В этом положении черным лучше было отвести ферзя на Е6, сохраняя контроль над ладьей Е4. Но тогда белые менялись и ставили ферзя на Е7, угрожая матом. Здесь после ферзь Е6. Это окончание явно в пользу белых. Потому что пешки ферзя у фланга черных очень уязвимы. Также после ферзя в 7 есть ход коня в 3 шах. Если забрать коня пешкой, то там ферзь Е2 и вечный шах со стороны черных. Можно побороться за победу белыми, забрав коня ферзем. После взятия ферзь бьет h5, пешка d6 отсталая и слабая. В то же время как у белых есть шанс организовать отдаленную проходную. Но в нашей партии Этьен Бакро, не видя шансов в указанном выше продолжении, решился на жертву качества. Он бьет на Е7, Карлсон забирает, конь f5, вот такая вилка. Но она не несет большой опасности. Магнус Карлсон переходит на технические рельсы. Просто отводит ладью на Е4 и после конь d4 играет ладья е1. Конечно, после коня в 5 в этой позиции он мог сыграть ладья е2, повторяя положение. А мог бы пойти ферзя в 3, с тем, чтобы после а6 переставить слона на f2 и на g3 поставить пешку, полностью консолидировав позицию. Здесь у белых уже выиграно. Но после ладья е1, ферзь d3 сыграл Бакро. И в этой позиции Карлсону можно было забрать на d6. Можно было сыграть ладья f1. Но он сыграл попроще. Слон f4. Меняет слонов. После кони в 5 происходит размен. Угрожает вилка. Белые играют ферзь f3. После конь g4, шах, король g3. Этьен Бакро сдался. Действительно, позиция черных здесь уже безнадежна. После отхода ферзя по диагонали b1h7. Ферзи меняются после ферзи 4. Так или иначе, позиция черных плоха. Поэтому Бакро не стал продолжать сопротивление. Вот такое, довольно простое для Магнуса Карлсона выдалось противостояние. Всего две партии и обе победные для чемпиона мира. Конечно, если сравнивать с предыдущим очень тяжелым матчем против Андрея Есипенко, который состоял аж из 8 партий, то противостояние с Бакро для Карлсона это легкая прогулка. В следующем круге Кубка мира, в его полуфинале, Магнус Карлсон будет противостоять молодому польскому гроссмейстеру Яну Кшиштофу Дуде, который, напомню, прошел такого сильного шахматиста, как Грещук, а также сумел пробиться в полуфинал, обыграв индийского шахматиста Видита. Вторая пара полуфиналов это российский гроссмейстер Владимир Федосеев, который пока еще не знает своего соперника. Завтра будет тайбрейк в противостоянии Карякина и Шенкланда. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание. До свидания.